Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у меня достаточно такая частая рубрика, это бижутерия с Алиэкспресс, поэтому очень надеюсь, что видео будет вам интересно. Оставайтесь вместе со мной. Давайте первое, наверное, что я вам покажу, это сережечки. Здесь, естественно, не все вещи мои. Я себе столько много бижутерии не заказываю, но что-то интересное хочу вам показать то, что у меня сейчас есть. Первые сережки, которые хочу показать, выглядят вот таким вот образом. Честно, мне нравятся они очень. Возможно, на моих волосах не сильно их видно. Они такого темно-темно-синего оттенка. Давайте я вам, наверное, ближе покажу. Выглядят вот таким вот образом. Здесь идет такая обычная застежечка. Держится очень хорошо. Сережечки сами по себе очень легкие. Очень красиво этот вот камешек в синий смотрится. И со мной сережка очень так хорошо, добротно сделана. Вот это прямо очень чувствуется. Здесь никакие ниточки дополнительно не вылезают. Камешек этот очень красиво смотрится. И вообще сочетание вот этого темного-синего с позолотой. Там, правда, по-моему, есть разные цвета. Но вот этот вот действительно обалденный. Могу советовать все с души. На самом деле на ухе вообще практически не чувствуется. Она как-то не болтается. Очень какая-то удобная сережка эргономичная. И думаю, что... Я уже маме говорю, надо тебе каких-то других цветов такие вот сережки заказать. Дальше тоже серьги кисти. Если честно, вот смотрю, белые кисти вообще очень круто смотрятся. Я как-то никогда не могла подумать, что будет так классно смотреться белые кисти. Единственное, что сама кисть такая не очень прямая по сравнению с предыдущим. Вот можете посмотреть, что здесь само качество ворса отличается. Здесь она немножечко такая кучерявая. Но вообще присмотреться очень советую, потому что смотрится очень красиво. Я вчера их первый раз померила. Вот мне эти сережки когда принесли. Обалденно смотрится. Сережки, конечно, очень бюджетные. Достаточно быстро снашивается вот этот вот металл. Он уже облазит. Но, честно скажу, за эти деньги, что эти стоили сережки, сережки действительно классненькие. Вот посмотрите, если на два уха. Круто смотрится на моих вот темных волосах. Ну, не очень темных, но темноватых. Вот задумалась о том, что мне на лето тоже нужно такие себе заказать. Дальше давайте, наверное, для разнообразия покажу подвеску. Давайте я, наверное, сразу надену. Вот таким вот образом она выглядит. Очень, кстати, добротный металл хороший. Хотя не скажу, что она тоже была очень такая дорогая. Классно выглядит. Вообще, мне она очень нравится. Я ее когда еще на фотографии видела, мне она очень понравилась у продавца. И, по-моему, очень круто смотрится. И даже круто вот под этот свитер подходит. Ее можно сделать немножко длиннее, даже можно сделать немножко короче. Конечно, она на выход круто подойдет, но также она круто подойдет и на каждый день. Вот посмотрите, вот у меня обычный свитер. И с обычным свитером тоже классно смотрится. Она вроде такая миленькая с цветочками, но тоже в тот момент какая-то и этничная, и стильная. Сблизи она выглядит вот таким вот образом. Посмотрите, все очень классно, добротно сделано. Я думаю, что такая вещь будет долго носиться. Стразики тоже все на месте. Следующее, что хочу показать, она, по-моему, достаточно часто мелькала на просторах Алиэспресс. Это вот такая вот подвесочка. Давайте я, наверное, примерю. И у меня к ней есть сережки. Я, честно говоря, не знаю, это был набор или нет. Но ссылки, конечно же, обязательно внизу оставлю. Сейчас давайте примерю. Я думаю, что многие знают, что они снизу завязываются бантиком. Но как-то я хоть их и видела, но никогда на себе не примеряла. Но вот как прикладываю к свитеру, по-моему, тоже очень красиво смотрится. Все вместе смотрится вот таким вот образом. По-моему, тоже очень симпатично. Они так-то своеобразно с обратной стороны сделаны. Как можете видеть, вот камешки. А вот с обратной стороны здесь как будто замша или что это за материал такой. Даже если ее каким-то вот таким вот образом можно было бы одеть, тоже, по-моему, прикольно смотрелось бы. Мне кажется, уже такая вещь все-таки более на выход. Это она достаточно бюджетная, легко, хорошо разбавит любое платье. Это под черное платье тоже круто бы подошло. Я вижу, что, в принципе, достаточно красиво смотрится. Следующие сережечки, которые хочу показать, они выглядят вот таким вот образом на моем ухе. По-моему, это все-таки красивый ежедневный вариант, который будет более нарядный, который можно где-то на работу одеть. Я знаю, что для многих это может быть чересчур. Но конкретно мне они тоже очень нравятся. У меня мама любит вот такие вот свисюльки. Мне она вчера померила, ей очень такие красиво. Здесь добротный такой очень хороший металл, как можете видеть. Вот таким вот образом выглядит. И сразу хочу сказать, что видно, что металл будет очень хорошо носиться. Видите, здесь ничего не поокислялось, хотя сережечки уже какое-то время носятся. Они очень легкие, в них как-то не путаются волосы. И ветром они не будут носиться, потому что металл у них более добротный. Но вот на самом деле на ухе они не тяжелые, что очень интересно. Как-то здесь сочетание хорошего качества навитала, при этом сережка не тяжелая. Несмотря на то, что она не совсем маленькая. Следующий набор заказывала моя мама. Сережечки на моем ухе выглядят вот таким вот образом. Сами сережки имеют такую очень интересную форму. И вот если волосы убрать, вот таким вот образом выглядит сама сережка. Очень такая воздушная, интересная. Маме под короткую стрижку тоже очень хорошо подошла. Здесь весьма интересная такая застежка. Как можете видеть, она вот таким вот образом сблизи выглядит. Здесь вы расстегиваете, а потом застегиваете аккуратненько. Надеюсь, что там сфокусировалась. Опа-на! И на ухе она выглядит вот таким вот образом. Там, по-моему, у продавца есть не только такие треугольники, если я не ошибаюсь. Я уже не очень помню, потому что заказывали мы, наверное, месяца полтора их назад. Мама их еще пока не носила, потому что мы заказали еще к нему колечко. Вот такое вот колечко. И к данному набору заказали еще браслет. Вот когда придет браслет, я думаю, что она будет носить как набор. Я оставлю ссылку. Там, где ссылка на колесо, там, возможно, будет заказать и браслет, если вас такой заинтересует. Но потом, когда браслет придет, я, конечно же, в аналогичном видео вам расскажу, как выглядит и браслет. Но на данный момент мне тоже очень нравится. И кольцо такое лаконичное. Оно вроде маленькое, тоненькое, но в тот же самый момент оно какое-то такое и массивное одновременно. Оно не такое вот обычное тонкие кольца. Мы такую маленькую тоненькую бижутерию как-то редко носим. Мне вообще в последнее время нравятся очень какие-то такие фигурные вещи. И как принт где-то на вещах, и как бижутерия. Обожаю. Также моей маме пришли вот такие вот кисти. Я в прошлом видео об Алиэкспресс, я ссылочку оставлю здесь. Там я показывала вам сумку вот такого пудрового цвета с бахромой. И мы заказали под ту сумку вот эти сережки. Посмотрите, как они красиво, нежно смотрятся. Как вот здесь вот переливаются вот эти вот тоже ворсинки на сережках. Они, конечно, похожи вот на те, которые я первые показывала. Но все-таки модели сами по себе достаточно разные. И вот этот как-то больше переливается сам по себе. Ну, здесь можете выбрать то, что вам нравится больше. Но у меня как-то мама в последнее время является большим поклонником кисти. Говорит, что мне надо еще, еще, еще какие-то сережки кисти нам идут. И вот эти действительно очень мне нравятся. Очень нежно, красиво. Вот смотрю, тоже думаю, может себе такие заказать. Потому что так как-то под распущенные волосы красиво смотрятся. У меня многие сережки с волосами сливаются. А здесь, смотрите, и под желтый свитер как-то хорошо подходит. Я думаю, что не обязательно на лето. Они, в принципе, на ежедневную основу хорошо подойдут. А кому-то, кто не носит крупную бижутерию, может на вечер они ее. Ну и последнее на сегодня. Это тоже заказа за моя мама. Она долго смотрела вот на эту подвеску. Там я помню точно, что у продавца есть темно-зеленый еще цвет. Но мама хотела бордовую. Мы ее, по-моему, заказывали 11-11. Потому что мама на нее действительно долго смотрела, долго хотела. И там 11-го числа была на нее скидка. Здесь идет вот эти вот бусины. Это дерево натуральное. Также здесь идет позолота. Она такая, может, выглядит массивной, но она достаточно легкая. Потому что, ну, дерево оно само по себе достаточно легкое. Очень она по себе такая красивая. Единственное, что конкретно нам пришла немножко с браком. Вот здесь вот. Ну, мы как бы когда носим ее переворачиваем. А вообще я не видела, чтобы кому-то с браком приходили такие подвески. Она очень такая интересная. Мама ее уже какое-то количество раз носила. Тоже очень ей довольна. И мне кажется, тоже она как и под свитер хорошо подходит. Вот как у меня сегодня. И под платье где-то какое-то вечернее. И под пиджачок. Такая достаточно вещь многофункциональная, как по мне. И подходит под многое. Ну, вот подошло мое видео к концу. Большое спасибо, что досмотрели его до конца. Очень надеюсь, что вы для себя здесь что-нибудь насмотрели. Поэтому поддержите меня пальчиком вверх. Я буду и дальше стараться снимать для вас такие видео. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok